Приветствую вас! Примечательно, что вы не задаете вопрос свой. То есть, да, вы описываете проблему, но вот запроса как такового у вас нет. И спрашиваете вы только о том, почему вас волнует. Вот то, что ваш мужчина грушит. И все. То есть, вы описываете, что да, вот у вас отец спил, скандалы, беднинища, бессонные ночи, значит, беготня вокруг дома, кулаки и крики. Как он нас их ненавидит, мне хорошо знакомы. Пишите вы. И вот парадокс заключается в том, что несмотря на то, что ваш отец спил, кстати, кем он был по профессии. Так вот, несмотря на то, что ваш отец спил, вы все равно тянетесь, видимо, именно к таким мужчинам. К мужчинам вот таким простым, да? Охранник, электрик и так далее. Вопрос. Почему? Почему вас тянет именно к таким мужчинам? Вы не перечислили, вот среди списка своих отношений, вы не перечислили ни одного мужчину, который, ну, например, обладал бы образованием, скажем. Вы не перечислили мужчину, который был бы вам, ну, равным, как вот вы говорите, да, и так далее. То есть, вот ситуация заключается в том, что вы тянетесь, тянетесь по-прежнему к мужчинам попроще. И вас к этим мужчинам тянет. Загадает вопрос, почему? Что заставляет вас тянуться к ним? И ответ на этот вопрос одновременно прост и в то же время достаточно будет сложен для вашего понимания, для вашего осознания, скорее всего. Значит, дело в том, дело в том, что вы, скорее всего, значит, ну, несмотря на ненависть к вам своего отца, именно отца все же любили. И подсознательно вам хочется доказать, но это одно из предположений пока, что на данный момент, потому что нельзя сказать, что это так вот на 100%, потому что пока не будет с вами более конкретного диалога, пока не будет с вами общения, пока не будет с вами взаимодействия, точно нельзя сказать. Но, тем не менее, предположение следующее, что вы пытаетесь доказать своему отцу в лице этих мужчин, что вы достойны любви, что вы можете с ними построить отношения, что вы как-то вот можете быть хорошей именно для вот них. То есть в лице, в лице этих мужчин вы пытаетесь что-то доказать отцу, на которую у вас, вполне вероятно, осталась обида. Либо, либо вы пытаетесь что-то доказать, даже не отцу, а, например, себе, но в контексте отца. То есть вы хотите доказать себе, что отец был не прав, например, на ваш счет. И из-за этого вы тянетесь, опять же, к таким мужчинам. То есть, вот это основная мотивация, которая заставляет вас действовать подобным образом. Конечно, могут быть и другие. Например, отсутствие у вас адекватного образа мужского поведения. Адекватного у вас идеала мужчины. Потому что первичный идеал мужчины закладывается в детстве, а ваш отец заложил не самый хороший, не самый приятный идеал мужчины. И отсюда из-за того, что этого идеала мужчины нет, вы, скорее всего, тоже можете тянуться именно к таким мужчинам. Потому что с другими мужчинами вы чувствуете себя, может быть, менее уверенно. С другими мужчинами вы чувствуете, что не знаете, как себя вести. И здесь тоже нужно и над поведением поработать, возможно, и над уверенностью собой, над уверенностью в себе можно будет поработать. И над тем, какой же мужчина все-таки вам нужен. Потому что, ну, сам факт того, что вы говорите, вот у меня мужчина грузчик, вот у меня мужчина, там, электрик и охранник, и они, электрик и охранник были не очень хорошими людьми. Вы видите, вы выстраиваете причинно-следственные связи именно так. Для вас охранник и электрик – это, по сути дела, как бы такая вот предпосылка, я бы сказал, предпосылка, большая предпосылка к тому, чтобы сделать вывод о том, что этот человек будет негативным. То есть негативно относиться к вам и негативно вообще себя вести. Но в данном случае это неверная посылка, потому что подобное поведение вообще, оно зависит не от того, кем человек работает. Подобное поведение зависит от воспитального человека, от его отношения, от его культуры. И вот здесь уже очень важный аспект, что вы, во-первых, позволяли этим мужчинам себя с вами вести, так, вы позволяли этим людям обращаться с вами, так, и вы это терпели. То есть если вы, вот, описываете ситуацию, когда, там, мужчина пил, там, платил кредиты, как вы говорите, там, что-то еще было, вот вы это все, получается, терпели. Вопрос, ради чего, для чего вы терпели это? Вот, например, наш гражданский брат не зарабатывал, гулял, пил, расплачивался за кредиты. Но вы же его приняли, у вас же был какой-то мотив его принять. Возникает вопрос, какой это был мотив. Понимаете? То есть здесь даже, здесь не только дело в том, что вы, возможно, неверные выводы делаете, но здесь еще и важно, как вы себя ведете. То есть модель женского поведения. Здесь что, желательно? Вот вы говорите, например, про отца, но ничего не говорите про свою маму. Как она себя вела? Она, скорее всего, терпела вашего отца, да? А терпела его, отца от него не уходила и так далее. Ну и естественность, то и вы, если ваша мама, например, терпела, то и вы тоже это будете делать. Вы тоже будете терпеть это вполне естественное поведение, как и называется родительский, родительский сыр. И, знаете, вам нужно свою модель поведения вырабатывать, свою модель женского поведения. Без этого у вас не наладится отношение ни с кем, потому что вы, вступая в отношения с человеком, по сути дела, приводите его к определенному искушению вас использовать. И мужчина использует вас, может быть, даже не потому, что хочет этого делать. Не потому, что он хочет это. А потому, что вы посоляете им. Поэтому здесь ситуация в том, заключается важная ситуация в том, чтобы вы определили, кто же вам все-таки нужен, что вы готовы принять от человека, что не готовы принять от человека. Что вы готовы терпеть, что вы не готовы терпеть. Что вам, например, наносит вред, что не наносит вред. То есть вот такие вот важные моменты нужно обязательно вам продумать. И уже, если вы это все продумаете, то вам будет самой несколько проще, легче выстраивать свою модель поведения, именно такую, какая вам подошла. Но это вопрос в первую очередь личностных границ. Личных границ. То есть границ именно ваших. Чтобы вы не позволяли никому их нарушать. У нас у вас было такое ощущение, что вы как раз-таки именно это и позволяете делать. Теперь далее. Назад. Назад. Выписывайтесь. Вы имеете высшее образование, а он грузчик. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток, но смотрите, у человека может по-разному сложиться жизнь, по-разному сложиться судьба. и образование он может не получить по-разному, что у него, например, не было возможности, у него, например, не было средств за это и так далее. Но вы можете, если человек вам нравится, дать ему шанс. Вы это можете сделать, но только при условии того, что... Значит, вот вы пишите, что так как был невыдачный опыт взаимоотношений с мужчинами не образованными, был гражданский брак с первым мужчиной, с вторым мужчиной, плюс мой одец пил. Вот. Я боюсь вступать в новые отношения, тем более с человеком, с человеком не образованным. Вот знаете, в том числе, вот помимо того, что у вас неверная причина-следственная связь, неверная логическая цепочка, помимо этого. У вас есть еще одна ошибка. Вы говорите, я боюсь вступать в отношения, вдруг все постарится. Но вы же всегда контролируете все, вы же свободны, вас никто не заставляет вступать в отношения, там и так далее. Вы вольны делать все, что хотите. Для вас отношения, такое у меня отвратилось впечатление, это некая кабала, это некая клетка, из которой вы не можете выбраться. Но это все не так, это же не правильная позиция. Это позиция опять же жертвы. Надо из позиции жертвы выходить. Как? Не вести ответственность самостоятельно за свою жизнь. Вы говорите, я боюсь, то повторится это. Говорят, что вы, говорят, что я боюсь, вы тем самым признаете, что вы не несете ответственности за свою жизнь. Ведь повторить это может что? То, что делает другой человек. Но другой человек вправе делать то, что он хочет. Это его право. А вы вправе делать то, что хотите вы. И это ваше право. Так почему вы не делаете того, например, что вы хотите? Почему вы этого не делаете? Почему вы не несете на себя ответственность и не защищаете себя? Вот какой момент я хотел бы, чтобы вы как следует обдумали. Ибо он очень важен, этот момент. Он действительно очень важен. Потому что вопрос ответственности куда более серьезнее, чем вопрос образования. Потому что еще раз повторю, культура человека от образования не зависит. Зависит от того, как вы сами себя в отношениях ставите. Как вы сами себя в отношениях формируете. Вот это куда более важно. Если вы научитесь отстаивать свои личные границы, если вы, возможно, поработаете со своей уверенностью в себе, то есть станете более уверенным в себе, если вы будете четче понимать, кто вам нужен, кто именно, кто конкретно вам нужен, какой мужчина, и смотреть на эти качества, а не на образование, которое еще может ничего не значить. Да? Вот. Образование это что? Образование это просто потенция. Это просто знание. Как человек ими воспользуется, это уже зависит от культуры. То есть образование не делает человека лучше. Вот. Вполне возможно, что вы считаете, что все дело в этом. Вполне возможно, что вы считаете, что все дело в образовании. Вероятно. Но это, тем не менее, не означает того факта, что вы правы. Поэтому вот об этом тоже я рекомендовал бы вам подумать. То есть дело здесь не в образовании, а в вашей уверенности, а точнее неуверенности в себе. И, скорее всего, неосознанному переносию ответственности, опять же, себя на другого человека. То есть занимание позиции жертвы в отношениях. Ну а если кто-то занимает позицию жертвы, то, соответственно, вряд ли можно говорить о том, что у человека есть определенный соблазн не воспользоваться этим. Поэтому, пожалуйста, подумайте обо всем, в том, что я вам сказал. И помимо того, что выстраивать более верные логические цепочки, помимо проработки детско-родительских отношений и ваших представлений о мужской и женской модели поведения, я предлагаю вам, собственно говоря, просто задуматься о том, кто вообще за кого несет ответственность в вашем случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Так что, надеюсь, вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.